Первый шаг, он трудный самый. Праздничные торжества, посвященные Дню Воздушно-десантных войск, прошли по всей стране. Не остались в стороне и воспитанники детского военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» в Нижегородской области. Ведь эти ребята, хоть еще и не настоящие военные, но уже смогли проявить силу, мужество и доблесть. И даже совершили пусть маленький, но подвиг. Не каждый взрослый сможет найти в себе силы прыгнуть с парашютом. Здесь даже девочки не побоялись сделать шаг в небо. Чувство свободного полета просто незабываемо. А когда взлетает самолет, тоже ощущения заоблачные. Лагерь юных десантников существует уже 12 лет. За эти годы более полутора тысяч подростков прошли здесь армейскую школу жизни. Ногие воспитанники стали курсантами военных училищ и решили связать дальнейшую судьбу с Вооруженными силами России. Мы многому научились, многое для себя подчеркнули, что нужно сделать, чтобы ребенок полюбил свою родину. Я ставлю целью, чтобы ребенок, который стоит у нас в строю, вспомнил о своей семье, об отце, о матери. И поверьте, пока нам это удается. Это, пожалуй, единственный лагерь, где так трепетно и в то же время по-армейски строго учат любить и ценить родину. Из уст родителей воспитанников слышны только похвалы. Здесь ребята учатся не только военному делу, но еще и дисциплине и ответственности. Этот проект настолько важен и нужен на сегодняшний день, что не говорить об этом нельзя. Наши дети, которые находятся в подростковом возрасте, у них настолько много соблазнов, и родители, очень многие родители не знают, как справиться с проблемой вот этого переходного подросткового возраста. Несмотря на уже более чем десятилетнюю историю и поистине благую миссию, лагерь «Хочу стать десантником» не имеет своей базы и территории. Этот проект должен жить, он просто обязан жить. И не так вот, как сейчас мы тут на кусочке, хотелось бы, чтобы у нас была своя территория, своя база, свои корпуса, чтобы мы могли сделать свою там полосу препятствий, полосы разведчика, городок воздушно-десантной подготовки. То есть вот своя материальная база, учебно-материальная, она бы дала детям еще больше позитива. Высокую оценку работе лагеря «Хочу стать десантником» дали родители и сами воспитанники. Во время недавней прямой линии президента России Владимира Путина недетский разговор. Единственная просьба к президенту была помочь с выделением постоянной территории для этого успешного социального проекта. Городские власти обещают оказать содействие в этом вопросе. Решение принято, развивать лагерь будем. И самое главное, хочу сказать, конечно же, слова восхищения самим ребятам. У ребят глаза горят, ребята, видно, что они вернутся уже другими. Надо гордиться, ценить и беречь ту хорошую традицию лагеря «Хочу стать десантником». Сами дети, сами дети, количество их увеличивается, они хотят приезжать, и видно, что они меняются, меняются на глазах, и об этом говорят их родители. В торжественной обстановке каждому воспитаннику, сдавшему зачет и сделавшему свой первый прыжок, вручили свидетельство, парашютисты и значок. И может быть, среди этих ребят есть те, кем в будущем будет гордиться каждый из нас. Продолжение следует...